Наступило лето, значит пора ходить пешком. Так посчитали в Ставрополе и устроили масштабный фестиваль, объединяющий множество уличных праздников. А чтобы отдыхающим было удобнее перемещаться между разными площадками, центральные улицы краевого центра на один день превратились в тротуары. Как шагалась по городу в этот день прохожим, расскажем в следующем сюжете. Встречая на улице музыкантов, художников, танцоров, спортсменов, прохожие спрашивали друг друга, какой сегодня праздник. Тем, кто так и не выяснил, ответим, в Ставрополь наконец пришло лето. Именно ему был посвящен первый, но не последний в этом году большой фестиваль уличных развлечений. То есть посмотрите, сегодня центр города, это настоящая культурно-развлекательная столица в городе. Поэтому скорее все сюда, вот мы сейчас с вами на бульваре Ермолова, здесь, конечно, прикладные вещи, художники, которые прямо на месте напишут портреты. Там у солдата музыка православной ярмарки на проспекте Октябрьской революции. Сегодня праздник настоящее детство. Ну и какой праздник без спортсменов. Третьеклассники Паша и Ваня – одни из самых юных участников городского турнира по шахматам и шашкам. Пока преимущество на стороне черных. Ну, на моей, потому что у меня перевес в две пешки. А еще у него голый король. А буквально в нескольких сотнях метров от шахматистов свое мастерство демонстрируют баскетболисты и роллеры. Парни признаются, раньше восьмиколесное братство в городе было больше, сейчас популярность коньков падает. А такие праздники – возможность найти новых единомышленников. Новичков обещают научить. Я как организатор сообщества Старопольских роликов постоянно пытаюсь устраивать всякие ночные покатушки, всякие мероприятия зову. Вот сейчас мне позвонить с администрацией Старополя. У меня это было большой неожиданностью. Я никак не ожидал, что мне позвонят и поведут на этом мероприятии. Не обошелся праздник и без велосипедистов. И тут Ставропольцев ждал сюрприз. На смену привычному пробегу пришел православный велоквест. Участники на двухколесном транспорте выполняли задания на местности и соревновались в знании истории города. Одним из организаторов выступил миссионерский отдел Ставропольской Невиномысской епархии. А сам квест – лишь фрагмент насыщенной программы православной выставки-ярмарки «Град Креста». Это увлечение в велосипеды у меня довольно давнишнее. У меня был опыт, когда я учился в университете, был студентом. То я однажды приехал сюда из города Элисты, где я родился. Практически 300 километров проехал. Тогда это был обычный велосипед без всех этих, как это модно назвать, прибамбасов, различных скоростей и так далее. Сейчас, конечно, кататься одно удовольствие. Ну и, конечно, страсти кипели на стадионе «Динамо». Здесь прошли соревнования Лиги дворового мини-футбола. Для тех, кто предпочитает более спокойные развлечения, на проспекте Октябрьской революции детский фестиваль «Твори, играй, танцуй». Вдоль аллеи расположились площадки кружков и секций Дворца детского творчества. Только участников полторы тысячи человек. Есть территории, да, у нас зоны, где девочки плетут косы своим подружкам, где делают макияж, юные модели ходят. Далее у нас пошла народная площадка. Там ребята у нас играют на народных инструментах, танцуют, поют народные песни. А еще расставляют палатки, вяжут узлы, плетут фенечки с бисера. Каждый кружок не просто представляет себя, но и с готовностью учит всех желающих. Для меня главное, что я имею в виду, что у людей хорошее настроение, то, что там, где обычно битком машин полно, да, сегодня ходят люди, мамочки с колясками, велосипедисты, скейтбордисты. Ну, в общем-то, то, что мы и ожидали, и, мне кажется, даже для первого раза, пусть немного ворчат водительные машины, да, но я подъехал по улице Морозова, бросил возле улицы Пушкина и пошел пешком. Для тех же, кому машина не просто средство передвижения, а страсть и любовь всей жизни, специальный отдельный праздник. Второй межрегиональный автомотофестиваль «Парковка». Здесь же прошел чемпионат России по автозвуку. Одним словом, каждый в этот день нашел в городе свой праздник и встретил собственное лето. Анна Поляруш, Александр Колодко, Николай Попов, Ставропольское телевидение.